Омнамасте, дорогие друзья! С вами снова Ярослав Мудр-Воронцов. И сегодня у меня такое вдохновение. Я собрался наконец-то записать те все мысли, которые я хотел давно с вами поделиться. И в дополнение к формуле 5П, которую я уже записал ранее, я хочу сегодня вам поделиться очень важным опытом в изучении и освоении качественной информации, поскольку мы постоянно все учимся, и очень важно, чтобы этот процесс обучения был эффективным. И вот по своей практике я использую следующие навыки для более эффективного обучения процесса. Самое первое, мы воспринимаем информацию. Вы пошли на какую-то лекцию, что-то прочитали, что-то услышали. Вы информацию восприняли, услышали. Следующее, для того, чтобы эта информация у вас переварилась, ее нужно осознать. Следующий шаг, эту информацию хорошо кому-то рассказать. И четвертый, ее применить. И пятая, кого-то обучить. Получается тоже пять шагов, я еще их не обозвал. В дополнение к формулой 5П, я подумаю, сформулирую, чтобы легче было вам запоминать этот принцип, принцип, симатизирую информацию этого, чтобы она легче ложилась. Потому что всегда, когда у нас есть ассоциации, то легче запоминается, как пример, семь чакр, семь цветов радуги, семь нот, все воедино. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, мы запоминаем цвета радуги. Запоминание, на каких звуках звучат чакры, снизу вверх, это семь ключей нот. Дорой ми фасуля свиа. Окей. Ну вот, постараюсь я также сделать вам какую-то аналогию вот этих пяти принципов обучения. Сейчас более подробно вам расскажу, чтобы она как-то вас отпечаталась в памяти. Вот, по примеру, все мы были студентами, кто-то не раз, кто-то очень долго был студентом, много лет. Я учился в академиях и в этих институтах до 28 лет. Да, прекрасное было время. Окей. Итак, первое, мы приходим на лекцию. Мы приходим на лекцию профессора и слушаем информацию по какому-то конкретному сабжекту. И это первый шаг, мы услышали. Дальше нам дается домашнее задание. Домашнее задание, где мы самостоятельно должны услышанное осознать, делать какие-то решения. Мы идем в библиотеку, изучаем дополнительно эту информацию. То есть мы ее перевариваем, мы осознаем. Окей. Затем мы эту информацию обсуждаем с кем-то. Мы обсуждаем эту информацию с своими коллегами, с своими друзьями. И тем самым также закрепляем эту информацию. В процессе обсуждения у нас появляются какие-то новые вопросы. Вопросы возникают, могут возникнуть у собеседника. Он задает какие-то вопросы, которые вам непонятны. И тем самым вы еще глубже начинаете копать в сабжект, в тему этого предмета. После того, когда вы дополнительно получили эту информацию, осознали ее еще, следующее, вы эту информацию уже рассказываете кому-то. Если я на примере института, то есть у нас есть рефераты, доклады мы делали перед аудиторией, да, перед студентами. Мы рассказываем кому-то. Окей. Следующее. Когда мы рассказали, мы как бы озвучили, материализовали, еще раз осознали этот процесс знаний. И после этого мы должны это применять, эти знания. То есть если мы эти знания начинаем применять, после того, когда мы их услышали, осознали сухое голодание, говорится о себе сложно разговаривать, но не хватает жидкости. Сегодня, кстати, икадыш, 22 февраля. Приятное с полезным. То есть мы голодаем и в это время занимаемся духовной практикой. Моя духовная практика, это одна из них, это я делюсь своими знаниями с вами. Окей. Итак, давайте подведем итоги, друзья, в методике заучивания лучшего качества нового знания. Итак, первое, мы услышали, знания мы услышали. Второе, мы это осознали через домашнюю работу. Третье, ее нужно закрепить через обсуждение с кем-то. Самое простое, возьми, услышал лекцию, возьми, позвони другу, расскажи, ты знаешь, что ему эта тема тоже интересная, расскажи ему, обсуди с ним. Ты от него услышишь какие-то новые вопросы, которые заставят тебя еще более глубоко эту тему изучить. Да? И когда мозг активный, мозг активный, эта информация лучше запоминается. То же самое, как на лезвии. Одно дело, когда вы сидите пассивно, вам профессор что-то рассказывает, и вы там на задней парке куняете, спите, особенно после обеда. Понимаете, то есть в одно ухо вошло, другое вышло. Окей? Прикольно. Бум, вышло. Ничего не осталось. Нам надо, чтобы она вошла и там осталась. Окей? И неосторожность осталась, чтобы она синтезировалась и затем пришла в практическое воплощение. Окей? Вот так, пожалуй. Итак, давайте еще раз, еще раз подведем итоги. Итак, первое, я пошел на лекцию, на тренинг какой-то. Слышал, что там Ярослав, мудрый раскатый семейных отношений. Я послушал, да, прикольная информация. Иду домой, во время тренинга я, естественно, записываю, да, и это все записываю, чтобы это материализовалось. Пришел домой, так осознал, супер так, сел, подумал, прочитал еще заметочки свои, посмотрел, что там такое Ярославно говорил. Прикольные вещи какие-то там, формула успеха, мадамский терминский набор, развитие семейных отношений, та-да-да. Что-то не складывается. В общем, я думаю. Тем я думаю, дай-ка я, сука, же, обслужу этот вопрос с Машей. Маша тоже, в общем-то, в поисках пары и также занимается семейными вопросами. Ей это интересно, я с ней это и обслужу вопрос. В общем, сел с Машей, обсудил. Маша задала тебе какие-то новые вопросы, ты дала ей какие-то ответы, что-то она тебе дала, какой-то новый input. И что, у тебя получился новый слой, еще новый слой, третий слой у тебя появился информации. В общем, слушай, классно, так, теперь я знаю, что мне надо делать. Четвертый шаг, что ты делаешь. Берешь эти знания, теперь кому-то, ну, можно тут сначала, либо практиковать сначала, а потом кому-то, кого-то обучить. Можно так сделать. И, наверное, так лучше сначала попрактиковать, на себе испытал, попрактиковал, у тебя получилась четкая, закрытая схема, полная схема. Ты теорию знаешь, ты обдумал, ты переживал, ты дополнил, ты попрактиковал, и теперь ты можешь кому-то рассказать. Либо ты можешь кого-то начать учить, ну, учить в плане какого-то, и говоришь, что я все знаю, вот это моя истина последняя станция. Ты делишься тем, что ты на сегодняшний день не знаешь. Когда вот ты рассказываешь, затем, сначала ты обсудил с другом вопрос, и говоришь, вот у меня такие вопросы, слушай, как ты думаешь, давай подумай, что-то, та-та-та-та. Потом ты уже как-то сформировался у тебя знания, и ты звонишь там уже Пете, и говоришь, Петя, слушай, в общем, слушай, я был на лекции, был на тренинге Ярослава Мудр-Воронцов, мы проходили этапы развития семейных отношений, и я вот узнал там такие новые вещи, что оказывается, для того, чтобы познакомиться, эффективно нужно составить свой мадамский-вестуменский набор, начинать его применять, та-да-да-да-да, и ты человеку уже это рассказываешь. То есть ты как передаешь ему ту информацию, которую ты услышал, причем эта информация у тебя не просто простая информация, которую ты изначально передавал в первом обсуждении, второе обсуждение после прослушивания, на втором шаге, со своим коллегой, другом. А здесь у тебя уже идет информация, осознанная передача, то есть то, что ты услышал в Ярославе на тренинге, ты передаешь Коле, уже осознанно, ты осознаешь, ты понимаешь, почему нужно составлять джентльменский-мадамский набор, прежде чем начинать искать себе партнеров. И попрактиковал это, практически берешь все знания после этого, и сидешь и сам используешь те знания, то есть ты составляешь свой набор мадамский-джентльменский, сравниваешь, взвешиваешь их, и начинаешь, идешь знакомиться, начиная с процесса знакомства, перед тем, как перейти на процесс выбора. Вот таким образом у вас получается замкнутая схема эффективного процесса обучения. То, что использую я. Я помню, когда я начинал изучать ведийскую культуру 6 лет назад, как я это делал? Я слушал лекции, делал себе нотаточки, переваривал, то есть насколько это вписывается в ту схему, который я уже знаю. В общем-то, я изучал семейные отношения очень немало, с 16 лет, но я изучал на психологии, на уровне психологии, психологии отношений, с точки зрения психологии. И когда к этому добавились новые знания, на уровне духовности, на уровне понимания и предназначения действия, соответствия своим телом, кармой, это были новые знания. Эти новые знания, вот я переварил их, я соединил психологию с теми новыми знаниями, которые у меня есть. Сделал симбиоз, осознал, переварил. И затем я звонил своим друзьям, рассказывал, вот обсуждали мы эту тему, которую я прослушал. И вот обсуждая с ними эту тему, я как бы заново слышал то, что я говорю, реакцию моего собеседника. И у меня сортировалась эта информация по полочкам. Что-то мне было непонятно в процессе разговора. Я задавал вопрос собеседнику и порой находил разумительный ответ, который еще больше дополнял мне, помогал мне расставлять информацию по своим полочкам. Вот так проходило. Затем, после того, когда я это осознал, я это начал применять практически. Насколько это эффективно? Как это отзывается на моем опыте? В процессе практики я понимал, что чего-то, может быть, не хватает. Я дополнял, искал новые знания, новые эксперименты. И таким образом у меня сформировалась четкая схема, четкая схема того, как должны строиться, допустим, в данном случае семейные отношения. После того, когда у меня появилась полная схема, я ее осознал, переварил, обсудил, рассказал, прожил, прочувствовал здесь, окей, я начал делиться с другими людьми, я начал им рассказывать, уже осознанно рассказывать, делиться то, что я уже прожил сам практически. вот таким образом и закончится цикл вот этого обучения. Обучение от первого, когда я просто информацию принимаю, с информацией я уже делаю знания, которые я готов передать другим. Вот, в принципе, вот такая схема, которую я вам предлагаю, друзья, как лучше всего научиться учиться более эффективно. Итак, подведем итоги очень быстро, значит, кратко. Для того, чтобы информация, которую вы прослышали на тренингах, семинарах, чтобы она легче вам запомнилась, осозналась и вжилась в ваше сознание на практике, значит, во время лекции тренинга вы обязательно записывайте это. нужно быть активным в процессе обучения, чтобы ваш мозг работал. Окей? Образы рисуем себя. Следующее, после того, когда лекция закончилась, ты идешь тут же обсуждаешь с кем-то то, что ты услышал на лекции, подглядывая свои записи как можно быстрее, ну, нужно сказать, через два часа, через три, вот, не больше четырех часов. Есть схема конкретная, я не помню, количество часов точное, но есть очень четкая методика, через какое время на физиологическом уровне лучше всего повторить информацию, которую мы только что услышали, чтобы она отпечаталась у нас осталась. Итак, обсудил с друзьями, окей? Затем, после того, когда ты ее обсудил, у тебя появляется новое желание что-то более глубокое это осознать, и, когда ты это переводил осознанное, уже обсужденное услышание, расскажи еще кому-то, научи кого-то, ну научи, в смысле, передай вот то, что ты услышал, вот то, что ты услышал изначально, информации, передай эту информацию в своем осознанном состоянии, осознанном, прожитом, практическом, теоретическом, передай другому человеку, наполни ее еще своим содержанием, прожитым вот здесь. когда ты прожил это здесь, то твоя информация, твои вот эти услышанные отсюда, переданные сюда, она дойдет до человека, потому что ты это дополнил энергией чувств. вот в принципе все, друзья. Вот.